В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте, в студии Алена Куколева. У нас в гостях сегодня заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Павел Симаков. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Алена. Мы знаем, что сегодня в эти дни на Клязьме проходит всероссийский образовательный форум «Территория смыслов» и также рязанцы принимают активное участие. Расскажите, что это за форум, какие вопросы обсуждаются и какие вопросы обсуждают непосредственно рязанцы? Форум проходит уже второй год. Это уникальная площадка. Единым моментом на этой площадке может располагаться 1200 человек. Сейчас идет уже шестая смена – смена молодых врачей, специалистов в области здравоохранения. В чем основная фишка этого форума? В том, что в этом году все участники форума набираются через единую централизованную систему. Она называется «Автоматизированная информационная система молодежи России». Любой молодой человек в возрасте от 18 до 35 лет может не зарегистрироваться. Он сразу видит по всей стране все мероприятия, которые проходят в сфере молодежной политики. Может подать заявку, пройти одобрение и принять участие. Таким образом, на этот форум попадают лучшие из лучших. Да, от Рязанской области сейчас принимают участие 29 человек на этом форуме. Да, это наши студенты Рязанского государственного медицинского университета. Это уже молодые практикующие врачи. Это ребята из Совета молодых врачей Рязанской области. У нас есть такой уникальный совет, который работает. У нас вообще очень сильно развит совет молодых специалистов. И они там представляют Рязанскую область. Самое основное еще отличие именно в образовательной программе. Если да, был Селегер раньше, сейчас это территория смыслов. На территории смыслов заказчиком смены является федеральное ведомство, которое курирует вопросы здравоохранения. Это Минздрав Российской Федерации. И есть и обучающая программа для молодых врачей, и есть так называемая программа обучения по кейсам. То есть им дается конкретный кейс, конкретная проблема в области здравоохранения, и они работают над ее решением. Там формируется несколько проектных команд, и лучшие из ребят получают стажировки в Министерстве здравоохранения Российской Федерации, либо в ведущих медицинских учреждениях страны. Так что вот такая система в этом году. Кроме врачей, кто еще из рязанцев принимает участие в этом форуме? Вот только закончилась смена, да, на прошлой неделе закончилась смена молодые преподаватели в сфере экономических наук и молодые предприниматели. После врачей у нас заезд, это будут лидеры некоммерческих организаций и общественные деятельности. Была смена молодых депутатов, молодых парламентариев, да, также еще будет смена у нас, вот как бы на самой территории смыслов, это смены по профилям, это прикладной профиль, да, научный профиль, а также есть еще всероссийский форум Таврида, который проходит в Крыму, да, молодежный. Это тоже такая же площадка, только по творческим направлениям. Вот сейчас у нас ребята заезжают на смену молодые актеры в театр и кино. Сколько человек? Пока два человека от нас поехали, ну, потому что нужно же лететь в Крым. Только что вы затронули тему совета молодых специалистов. Что это такое и как это развивается в регионе? У нас уникальный регион, потому что мы были одними из первых, кто инициировал идею создания совета молодых специалистов. У нас есть совет молодых ученых, совет молодых педагогов, совет молодых врачей и совет молодых библиотекарей Рязанской области. Соответственно, все эти объединения молодых людей специализированы, да, по их профессиям. Вот представляете, вы заканчиваете педагогический вуз и идете работать в школу, да, вы приходите в школу, вы молодой педагог, вы многого не знаете. И есть как бы такая ваша группа поддержки, есть совет молодых педагогов, да, который вам помогает. Да, он рассказывает вам о своих правах, да, то есть ребята занимаются лоббированием своих интересов, да, они вот совместно с профсоюзами смогли сделать надбавки, да, молодым учителям в школах. Также они помогают в плане профессионального и карьерного роста, да, они делают свои собственные программы обучения, они участвуют во всероссийских программах обучения. Совет молодых библиотекарь в Рязанской области впервые провел акцию «Ночь в библиотеке», которая сейчас, да, уже распространена по всей стране, мы с вами это видим. Да, также они являются инициаторами многих акций, они делают, знаете, библиотеку, делают таким местом силы, местом привлечения молодежи, да, сейчас молодежь ходит в библиотеку не только за книгами, да, но и за новыми знаниями, поучаствовать в новых проектах, пообщаться, да, найти себя, да, они способствуют самореализации молодежи. Давайте обсудим с вами волонтерское движение, мы знаем, что оно сейчас активно развивается в Рязани, вы с ним сотрудничаете, работаете, вот, расскажите подробнее, какие последние возможные мероприятия, в которых активно были задействованы волонтеры? Оно не только развивается активно в Рязани, оно развивается по всей стране. Самое последнее мероприятие буквально вчера завершился конкурс «Авиадартс» на волонтерский корпус из представителей Рязанской области, это были представители вузов города Рязани, это были представители общественных организаций, это были представители педагогических отрядов, которые работают на территории нашей области, принимали участие в этом конкурсе в плане его организации. Это уникальный опыт, потому что это международное мероприятие, это очень серьезный уровень. Наши ребята отвечали за обеспечение наполнения трибун, да, зрителями, также за информирование тех, кто пришел посмотреть на этот конкурс. То есть такая группа встречи, да, мы говорим, группа, которая обеспечила рассадку на трибунах и прочие вопросы не такого глобального уровня, скажем так, отработали очень хорошо. Но самое главное, что для ребят это возможность дополнительного обучения, да, мы скажем так, что есть то образование формальное, которое дается в школах, в вузах, это конкретные предметы, да, по конкретным направлениям. А здесь, ребята, есть возможность почувствовать себя организаторами мероприятия, но мало того, чтобы почувствовать, а и посмотреть, как это изнутри организуется. Есть такой опыт управленческой деятельности, опыт организации таких крупных массовых мероприятий. Да, многие из ребят у нас прошли отличную школу волонтера на университете в Казани, на Олимпийских играх в Сочи. Сейчас они являются уже, знаете, такими лидерами волонтерских групп, да, на обеспечение таких мероприятий. И очень, как бы, у нас большой опыт по организации таких мероприятий, очень большой пул волонтеров уже сформирован, да, те, кто могут не только, как бы, быть, такими, знаете, первоначальным звеном, да, встречать, провожать, а те, кто уже могут управлять такими волонтерскими ячейками, да, и делать эти мероприятия. Это с одной стороны. Но с другой стороны мы сталкиваемся с проблемами, что очень многие начинают запрашивать нас волонтеров на мероприятия, да, то есть, или же там приглашают к себе, да, там, волонтеров. Нет, не другие регионы. Ну, то есть, по городу и по области, да, когда делаются большие мероприятия, просят волонтеров, но не знают, как их занять. То есть, надо понимать, что волонтерство – это не какая-то некая бесплатная рабочая сила, да, это осознанный выбор ребят, которые хотят помочь в организации каких-то крупных событий, да, там, проектов. Это та визуальная часть волонтерства, которую мы сейчас видим. Есть более узконаправленное волонтерство, да, у нас есть на территории региона действует региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», которые в течение всего года, не только на 9 мая, да, а в течение всего года занимаются уходом за ветеранами, да, они занимаются организацией различных патриотических акций, самостоятельно они это делают, да, они занимаются благоустройством памятных мест и захоронений. То есть, это та работа, которая ведется постоянно. Это то добровольчество, которое, может быть, не так сильно сейчас видно, да, то есть, ну, именно на виду, но оно реально делается, да, и нужно уходить от того подхода, что сейчас мы говорим, что у нас есть мероприятие, давайте опять-таки соберем волонтеров, которые нам помогут. На некоторых мероприятиях они даже не нужны, да, и зачем-то собирают, да, потому что это стало модно, но это должно быть осознанно, не только просто модно. Мы с вами уже однажды обсуждали тем волонтерского движения в этой студии, но это было давно. Давайте еще раз поясним, если молодые люди хотят поступить в волонтерское движение, что им для этого нужно сделать? Мы максимально упростили схему. Нужно просто зайти на сайт волонтеры62.рф, там все расписано, все прописано, можно подать заявление, получить волонтерскую книжку, и там же можно регистрироваться и принимать участие в различных волонтерских мероприятиях. Если это крупные мероприятия и ребят старше 18 лет, то опять-таки это автоматизированная информационная система молодежи России. Туда заходишь, там есть отдельные строчки, например, там можно увидеть строчка Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов», но также есть волонтерский корпус этого форума, да, и можно стать волонтером. Также будут отбираться волонтеры и на чемпионат мира по футболу, да, то есть, в принципе, все это реально. Вот можно ли сказать, что молодежная политика в последние годы стала более развитой, более популярной? Она всегда была развита и популярной, да, можно так сказать. Просто мы стараемся выйти в информационную плоскость, да, мы стараемся максимально освещать свои мероприятия, и наша задача на данный момент – это донести до каждого молодого человека информацию о том, как реализуется молодежная политика, о том, что он может стать участником ее процесса. Потому что тех ребят, кто приходит к нам на мероприятия, мы знаем, да, наша задача привлечь новых людей, да, тех, которых мы не знаем, те захватывают различные целевые аудитории, да, предлагать им эти варианты. Не факт, что они останутся в этой среде, но они в нее попадут, посмотрят, да, возможно, им понравятся, а не останутся. В своей работе вы пользуетесь, может быть, опытом других регионов, может быть, других даже стран, или вы все-таки разрабатываете собственную концепцию? У нас есть собственная концепция, которая уже исторически сложилась, у нас уникальный регион в сфере молодежной политики, потому что многое удалось сохранить в 90-е годы, да, это вот как раз система лагерей актива, это была большая организация общественная, которая сейчас до сих пор существует и похорошо действует, это Российский союз молодежи. Но, конечно, мы смотрим на другие регионы, мы смотрим там и опыт других стран, потому что мы все с вами прекрасно знаем, что это нас учит, да, мы можем увидеть какие-то вещи и доработать свои мероприятия, да, потому что мы это вот увидели в других регионах. Конечно, учимся друг у друга. Спасибо вам за беседу, я напомню телезрителям, что в гостях у нас сегодня был заместитель министра молодежной политики, физкультуры и спорта Рязанской области Павел Симаков. До новых встреч в эфире, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова